Так, друзья, случилось еще одно из чудес, которое у меня окружает. Позвонила ко мне теменская жительница, садовод Тамара Громова. Она дружит со мной давно, и у нее очередной сюрприз. То есть она прислала 2000 рублей и сказала, это на монтаж-фильмах. А тут действительно проблема. Все мои помощники заняты, у них свои дела, своя жизнь, семья, работа, в некоторых сады. Когда этим заниматься? А тут 2000. А я потратил на монтаж-фильмах за свою жизнь больше третьим миллиона, то есть больше 300 тысяч. Еще больше. Вот, мне все еще рассказываю и сломался. И вдруг поступает помощь и бескорыстная. Давайте фильм смонтирую и выставлю в YouTube. А я же туб-дубом. Вот. Ладно, я согласился. А когда приходят 2000 рублей, значит, я их не имею права взять себе. Я их перешлю тому, кто... В данном случае я имею в виду Александра Валерьевича Киселева, который больше всех в последние годы мне сделал в фильмах. Спасибо, Тамара, спасибо и Александр. Для чего... Я тут же включил камеру, по той причине, что есть о чем поговорить. Перед вами персик. Замерз по уровню снега. Это те самые, которые раскрутил знаменитые сеянцы из Минусинска. Вот один. Он выглядит здорово, но тут отрезаны были ветки, потому что он замерз по уровню снега. Я пропускаю пока этот. И сейчас преподнесу сенсацию. Но это еще не сенсация, но жив. Выглядит бледно. Видите, все, что осталось от этого. От, ну, назовем его, первоначального штампа. Вот. А вот это вот тоже бледно выглядит. И вдруг, внимание. Этого не может быть никогда, позади две 40-градусные зимы. Я вас знакомлю с персиком, который не просто выжил. Вот эти ветки, вот это вот, выжило. Внимание, я уже вас обмануть не смогу. На морозе одна. Вот это же прошлогодняя ветка. Вот. Вот это свежие веточки. Вот они, длинненькие. Видели? Так вот. Я железов нашел в самом морозостойке в мире персик. Вот он перед вами. Сравниваем. Этот еще где-то пошел от уровня снега. Выглядит красиво. А этот выглядит даже не так красиво. Но эти ветки, вот эти вот, это, это, это пережили две смертельные зимы. Я железы утверждаю. Я железу утверждаю. Попробуйте сказать, что нет. А вот, кстати, они плодоносили. Но это было, когда, вот видите, что осталось. Тем не менее, эти ветки зимовали на морозе. Вот эти почки откуда пошли. Вот эта ветка, вот эта ветка. Ох, Тамарочка Громова. Спасибо огромное. Благодаря вам. А я уже руки опускал. Вот тут две тысячи. Вот они. Видите? Эти почки, вот это приросты, однолетние, метровые. Один, второй. Вон они, красавцы. Они зимовали на морозе. Это самые морозостойкие в мире. Если селекционное клонирование железового существует, потому что вот та была не хуже. Замерзлый порнень снега. Это выжило тоже. Это тоже сенсация. Вот они. Только раз хуже выглядят, да, значит, уже не то. Значит, чуть-чуть-чуть-чуть там на десятой доле градуса. А вот эта, допустим, ветка длиннючая, да, вот она. Порост этого года. Но она пошла откуда? Из-под снега. Там отсиделась. Вот так. А остальные, вот они не выдержали. Нет, я ничего не говорю. Они, если больше не повторится в ближайшие годы, такие зимы, они же не каждый год. Они вырастут, восстановятся и будут плодоносить. Вот так. Тамара, милая моя Тамара. Вот. Я сказал, немедленно высылаюсь семена. А вы сказали, нет, возраст. Вот, выпишу саженцы уже, Резова Сергея, выпишу сала. Вот этими буду жить. А у меня вебинар сегодня, 26-го. Так, 28-го вебинара. Я покажу еще персики, которые плодоносили в моих. Какой в моих цветах? Уже пошла по цепочке, уже в Псковской области. Но началось в моих. В моих это 100%. Чего вы убедитесь? Благодарю за внимание. Тамара, привет. Спасибо еще раз. Если бы не такие вы, такие как вы, я бы давно уже... Ах, привет.